Кейт Ди Камилла Первое произведение о дворняге по кличке Уин Дикси в 2000 году принесло начинающему автору всемирную известность. Десятилетняя Индия Опл переезжает вместе с отцом в крохотный южный городок и чувствует себя ужасно одинокой. Мама Опл давно ушла из семьи. В новом городе пока нет друзей. Однажды в один прекрасный день девочка встречает в супермаркете под названием Уин Дикси нелепого бездомного пса, который умеет улыбаться совершенно по-человечески. Девочке ничего не остается, как взять его с собой, так и назвав Уин Дикси. Смешная собака учит свою маленькую хозяйку смотреть на мир другими глазами. Благодаря ей девочка знакомится с удивительными людьми и, наконец, находит друзей там, где меньше всего ожидала. И главное, она поняла, что люди не всегда такие, какими кажутся на первый взгляд. И в каждом заключена тайна, и в этом возможна их главная ценность и красота. В 2000 году книга получила золотую медаль всеамериканского общества «Выбор родителей», а потом еще и медаль Ньюбери, приз, присуждаемый за особый вклад в американскую детскую литературу. В 2005 году книга «Спасибо Уин Дикси» была экранизирована. Книга «Парящий тигр» была написана Кэдди Камилла в 2001 году. Это история о ребенке, у которого нет мамы. В школе над шестиклассником Робом Хортоном издеваются, но он молча сносит обиды. Друзей у него нет. Однажды Роб нашел в лесу тигра, которого безжалостный хозяин спрятал в лесу в железной клетке. Тигр стал самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете он раскрыл ее – Сикстине, новенькой однокласснице и товарищу по несчастью. Эта история рассказывает о предательстве и любви, о храбрости и чести, о том, как важно быть добрым, порядочным и как больно терять тех, кого любишь. Как найти правильного человека, то есть друга, близкого тебе, лучшего, любимого, такого, с кем смотришь на мир одинаково. В 2022 году вышел полнометражный фильм по повести «Парящий тигр». Приключения мышонка Дисперо, а точнее, сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа и катушке с нитками. В мышином семействе, обитающем в старинном королевском замке, родился мышонок по имени Дисперо. Он был очень маленьким, и у него были большие уши. Дисперо не занимался весь день поисками крошек, как другие мыши. Ему нравилось слушать музыку и читать книги. В отличие от своих сородичей, он обладал храбрым и благородным сердцем. Однажды он увидел принцессу Горошенко и влюбился в нее. А когда коварные крысы хитростью заманили принцессу в мрачное подземелье, Дисперо спас ее от верной гибели. В декабре 2008 года в свет вышел мультфильм о приключениях отважного мышонка Дисперо. Удивительное путешествие кролика Эдварда. Бабушка подарила игрушечного кролика внучке. Но самовлюбленный и равнодушный Эдвард оказался не способен оценить любовь своей маленькой хозяйки и потерял ее. К кролику Эдварду выпали на долю совсем не игрушечные испытания. Он тонет в океане, его выбрасывают на свалку, прибивают на шесть, как огородное пугало. Он находит любящих его людей и теряет их. Стариков Лоренса и Нелли, живущих в рыбацкой деревушке. Бездомного бродягу. Самоотверженного мальчика Брайса и его больную сестренку. Эти встречи и потери заставляют проснуться сердце Эдварда. Он учится любить, сопереживать, отчаиваться и сострадать чужому горю. Райми Найтингейл. Девочка с лампой. Удивительно светлая и мудрая история о трех девочках, решивших принять участие в конкурсе. Название «Лучший мисс небольшого городка в штате Флорида». Победить в этом конкурсе для них не просто важно, а жизненно необходимо. Райми Кларк мечтает с помощью победы в конкурсе вернуть отца, ушедшего из семьи. Узнав о ее победе, он, конечно же, не сможет не вернуться. У Луизианы, Элефанты и Беверли-Топински своей не менее важной причиной стремится к первому месту. Но за время подготовки к конкурсу девочки неожиданно для себя и с соперниц стали настоящими подругами. Флора и Одиссей. Блистательные приключения. Флора – обычная девочка, которая обожает комиксы. У Флоры есть мама и папа, но они в разводе. Мама – писатель, которая целыми днями сидит за печатной машинкой. Папа Флоры, как и она сама, очень любит комиксы и совершенно не умеет о себе заботиться. Однажды Флора спасла Бельчонка из-за сосавшего его пылесоса. После такого стресса у Бельчонка-Одиссея открылись необыкновенные способности, словно он стал супергероем. Флора решает оставить Бельчонка себе. Он не только научился понимать человеческую речь, но и печатать на машинке и даже писать стихи. «Как слониха упала с неба». Это необыкновенная история о мальчике-сироте Питере, который ищет свою сестренку. Он не знает, жива ли она, и если жива, как ее найти. Однажды он задал эти вопросы гадалке, и та поведала, что Питера приведет к сестре слониха. Ответ гадалки поразил мальчика, ведь вокруг никаких слонов нет. Но вскоре в городе, где живет Питер, случаются невероятные события, и происходит чудо. В результате неудачного фокуса циркового артиста с неба падает слониха. Это удивительная и добрая сказка о том, что нужно всегда верить в лучшее, надеяться и добиваться задуманного. В марте 2023 года на экраны вышел мультфильм по этой замечательной книге. Сегодня книги Кейт Ди Камилла уже называют детской классикой. Их любят дети и их родители. Писательнице они принесли всемирное признание и множество наград. Все представленные книги Кейт Ди Камилла предназначены для детей от 7 до 12 лет. Кейт Ди Камилла